МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Пришло время пролить свет на киберспортивную составляющую World of Warcraft. Новая мультимедийная клавиатура с интересным внешним видом. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим одни из самых интересных подсадок на турнирных картах в Counter-Strike Source. И, конечно, сегодня мы увидим игру по Counter-Strike Source между чемпионами России, командой MGC и бывшими звездами нашего сурс-сообщества Legends. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Лучшая команда Финляндии, которая до последнего времени активно сотрудничала с организацией Rocket, в ближайшее время поставит росписи под контрактом с российским лейблом Gameplay. Возможно, данная новость покажется вам несколько сенсационной и в то же время неправдоподобной, но факт вступления уже нашел официальное подтверждение в стане менеджмента Rocket. Первым испытанием для команды с новым именем будет Extreme Masters 3. Определились последние три участника азиатской остановки Extreme Masters 3, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Напомним, что принять участие в турнире изъявила желание украинская команда DTS Chattricks. Ребята выиграли национальные отборы ВЦГ и в ноябре будут представлять свою страну на финалах этого турнира. Extreme Masters Dubai таким образом станет неплохой тренировкой за несколько дней до старта гранд-финала ВЦГ 2008, учитывая уровень и опыт других участников. Французский гранд и одна из самых необычных команд в мировом киберспорте Эмулейд не сможет принять участие на Extreme Masters LA Global Challenge, который пройдет в США через несколько недель. Напомним, что в список приглашенных, кроме местных коллективов, попали и некоторые европейские гранды. И теперь становится понятно, что планы организаторов несколько пошатнулись. По заявлению представителей команды, отказ не связан с провальным выступлением на ВЦГ 2008. Пришло время пролить свет на киберспортивную составляющую, World of Warcraft. В настоящее время киберспорт не может похвастать обилием турниров в этой дисциплине. Поэтому возможность посетить значимые для мира Варкрафта события ведущие команды используют на все сто. В финальной части BlizzCon представлены по две команды от Европы, Соединенных Штатов, Южной Кореи и Тайваня. Одним из главных фаворитов турнира, конечно, являются победители Blizzard World Wide Invitation, южнокорейская команда Council of Majors. Добро пожаловать в школу виртуального спорта! Сегодня мы рассмотрим одни из самых интересных подсадок на турнирных картах. Быстрая сделанная подсадка дает вам преимущество в позиции, так как подсадки очень редко отчекаются противникам. Первая подсадка выполняется на карте D-Inferno на пленте B. Нижний и верхний человек запрыгивают на сено со стороны левого центра. Верхний прыгает на нижнего, нижний встает и верхний спокойно забирается. Очень эффективная подсадка. Вторая подсадка выполняется на карте D-Dust 2 под плентом A со стороны Респа. Нижний подсаживает верхнего человека на окно. Далее прыгаем на более высокое окно, и мы на месте. Очень эффективная подсадка. Мы — школа киберспорта. Учитесь на одни пятерки пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. Почти реальный штурвал самолета. С помощью него вы сможете в полной мере насладиться авиасимуляторами. И, конечно, сегодня мы увидим игру по Counter-Strike Source между чемпионами России, командой MGC и бывшими звездами нашего сурс-сообщества Legends. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Microsoft Wireless Laser Mouse 8000 — мышь для продвинутых пользователей. Она имеет прочное алюминиевое покрытие корпуса с шероховатой поверхностью, предотвращающей скольжение ладони. Имеет две дополнительные программируемые кнопки. Частота сканирования до 6000 ДПИ. Ресурс работы кнопок рассчитан на более чем 1 миллион нажатий. Подключается к компьютеру последствием адаптера Bluetooth. Диапазон связи компьютера с мышью достигает 10 метров. Мультимедийная клавиатура Sven Multimedia ILM4502. Она имеет стандартную раскладку. Интересен внешний вид клавиатуры. Все-таки серебристых моделей на рынке существенно меньше, нежели черных или грязно-белых. Цвет вполне объясним. По заявлению производителя, корпус покрыт алюминием. Такой вариант дешевле, чем делать его цельнометаллическим. Клавиатура имеет 15 дополнительных клавиш. Подключается к компьютеру посредством USB-провода с золотым покрытием. Genius представляет комплект LuxMate, в который входит тонкая беспроводная клавиатура, беспроводная лазерная мышь и компактные приемные устройства USB. Благодаря беспроводной технологии решается проблема спутанных проводов. Надежное подключение позволяет управлять PC вне рабочего стола, что обеспечивает мобильность и свободу передвижения пользователя. Также на клавиатуре расположены 12 клавиш быстрого доступа. Virtual Pilot Pro – это настоящий штурвал самолета. С помощью него вы сможете в полной мере насладиться авиасимуляторами. Штурвал двигается вдоль оси Z, имитируя управление высотой авиалайнера. Отклонение штурвала по часовой стрелке и против часовой стрелки возможно на угол до 45 градусов. Имеется 6 дополнительных кнопок и 2 пусковые. Также на верхней части руля имеется рупаять регулировки высоты полета. Крепится к столу с помощью двух струбцин. Сегодня вам предстоит увидеть игру по Counter-Strike Source между чемпионами России команды NGC и бывшими звездами нашего Сурс-сообщества Legends. Состав команды NGC Александр Лимпер-Ловков – 19 лет Сергей Айсберг-Саблев – 20 лет Антон Хаксфлакс-Загуменнов – 22 года Михаил Ком-Жабров – 17 лет Павел Элон Ковалев – 18 лет На протяжении долгого времени NGC являются лучшей командой по Counter-Strike Source в России. И пока это единственная стабильная отечественная Сурс-команда. Таким составом NGC играют довольно давно и не собираются в ближайшем будущем его менять. Их залог успеха – стабильный состав и такая же стабильная игра. Состав команды Legends За Legends играют бывшие звезды нашего Сурс-сообщества, которые ушли на заслуженный отдых. Речь, конечно же, идет о таких игроках, как Прок, Тифон, Ворон и другие. Легенды собрались не так давно, как NGC, но это не мешает им обыгрывать лучшие команды России и показывать красивую игру. Ведь это одни из самых опытных игроков российского Сурса. Играется одна карта. NGC и легенды вычеркивали карты, и осталась The Inferno, на которой решится исход матча. У Legends право выбора стороны, и они начинают за оборону. Итак, первый раунд NGC решили сыграть аккуратно. Трое на B, двое на A. Тифон минусует на B айсберга, Прок забирает Хаксфлакса и Кома на центре. А тем временем Ворон убивает двоих на A, Лимпера и Элона. Взятый в сухую раунд идет в копилку легенд. Следующий слив у NGC заканчивается быстро. Троих на центре забирает Прок, и еще двоих минусует Винни Пух в коврах. Следующий раунд NGC опять сливают. Элон покупает Диггл и NGC быстро идут на A. Происходит множество разменов, в которых Элон делает четыре великолепных минуса из Диггла и остается один против Винни Пуха. Но тот оказывается сильнее и берет раунд. Шестой раунд. Лимпер подстреливает Факела на A из АВП, и тут же на это отвечает Тиффон, минусуя Айсберга и Лимпера на центре. Затем Ком подстрелил Тиффона на центре, в то время как другие игроки NGC убирают Прога на респауне, ставят бомбу и уверенно берут первый раунд. Счет 5-1. Легенды впереди. Но этот раунд не помогает NGC. Пока что они так и не собрались. И после этого раунда NGC проигрывает еще четыре раунда подряд. Счет 9-1. Легенды выигрывают. В 11-м раунде NGC идут слоу на А. Где происходит множество разменов, ставится бомба и Хакс Флакс сделал минус 3 в раунде, тем самым принеся своей команде второе очко. Счет 9-2 в пользу легенд. В 13-м раунде NGC решили атаковать Плэнт Б. Происходит множество разменов, и Лимпер остался один на один против факела. Тот делает фейк-дефьюз, но не чекает Плэнт, и Лимпер минусует его в бок, тем самым принеся третий раунд своей команде. Счет 10-3. Легенды впереди. В 15-м раунде NGC играют слоу Б. Происходит размен. Отлично делает минусы Элон. NGC берут уже четвертый раунд. Первая половина закончилась со счетом 11-4. После смены сторон NGC начинают за контртеррористов. Легенды атакуют Плэнт Б. Первые два килла делает Лимпер. Айс минусует Винни Пухан, но Прок отвечает и забирает Айса. В итоге Лимпер заканчивает этот раунд, убивая еще двоих. Тифона и Прога. Оставшиеся раунды NGC берут без особых трудностей, проигрывая только один раунд. Последний раунд. Счет 15-12 в пользу NGC. Легенды играют Фаст Плэнт А. Тифон минусует Элона и Кома. На Плэнт А оттягивается Хелпа, Лимпер и Хакс Флакс. Они вдвоем минусуют всех легенд. В итоге NGC выигрывает встречу со счетом 16-12. Поздравляем ребят с победой и желаем показывать такой же уровень игры и собранность в дальнейшем. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное. Новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз.